По следам всемогущих. Геометрия в камне. Эрих фон Деникин расскажет вам сегодня об Астериксе и Абеликсе, о солдатах, превратившихся в камень, о дольменах и менгирах, о математике в камне, о столеях для великанов, о километровых каменных аллеях. В Классической стране менгиров, или, как принято теперь говорить, в легендарной стране Астерикс и Абеликс, рушатся все существующие логические построения. Точнее говоря, здесь абсолютно все оказалось не так, как до сих пор полагали. Сначала верили в легенду, которая рассказывает, что в третьем столетии после Рождества Христова римские солдаты преследовали святого Корнилиуса. Он замолился Богу и свершилось чудо. Бог явил милость и превратил римских солдат в менгиры. Так и стоят они, окаменевшие на веки вечные. Субтитры создавал DimaTorzok Позже предположили, что вся эта территория была громадным кладбищем. Но, увы, под камнями не нашли ни могил, ни останков. Вопрос, так что же это все-таки было? Опять остался без ответа. В последнее время даже стали подумывать о своеобразных передатчиках, поскольку менгировые колонны состоят из кварцевой породы. А как известно, по кварцевым часам кварцу свойственны колебания на совершенно определенной и всегда постоянной длине волны. И лишь теперь, когда измерили всю территорию, сфотографировали с воздуха все колонны менгиров, задействовали компьютеры, смогли предложить новое решение, где все подчинено строгим законам математики. Точнее, геометрии. Оказалось, что кромлики, дольмены и колонны менгиров размещены на этой местности в соответствии с заранее продуманным планом. Реконструкция на компьютере доказывает, что здесь ничего не было предоставлено в воле случая. Если продлить трапеции, видны боковые стороны от дольмена Манье-1, они соединятся через 107 метров под углом в 27 градусов. Опишем окружность вокруг дольмена и продлим основание до соединения со следующим менгиром. В конце основания дольмена попадают на точки пересечения окружности и кромлика. Теперь соединим менгир с точкой, в которой пересекаются линии продолжения боковых сторон дольмена. Перед вами прямоугольный треугольник со сторонами, которые относятся как 5 к 12 и к 13. Каменная глыба, которую вы видите сзади меня, развалилась на 4 части. Это Ле Гран Менгир Близе, большой разбитый менгир. Слово менгир происходит из кельтского языка и означает прямо стоящий камень. Этот же менгир нечто совершенно особенное. он из код Саваша, что в 20 километрах отсюда. Эта глыба весила 350 тонн. Словом, хороший камушек. В настоящее время доказывают, что когда-то через этот менгир проходило 8 линий. Одна из них начинается около Треваса. Это в 14 километрах отсюда. Проходит вдоль побережья. Далее абсолютно точно проходит через менгир, а затем идет поперек залива Морбиан-Киберов. Это расстояние равно 28 километров. Говорят, что когда менгир еще стоял и высота его достигала 21 метра, можно было с его верхушки просматривать все другие точки. Согласен. Но ведь из этого ровным счетом ничего не следует. Так как эту исходную точку сначала надо было определить, и только определив ее, тащить сюда 350-тонный камень, преодолевая расстояние в 20 километров. И лишь только после того, как менгир был поставлен, стали видны другие точки на холмистой местности. Бесспорно, что здесь перед нами предстает блестяще воплощенное в камни геометрическое творение великого мастера. А вот как производилась доставка, будет на расстоянии свыше 20 километров, мы можем только гадать и удивляться. Удивление вызывает и вот эта груда камней. Она называется «табль де марша», что переводится как «стол великанов». На верхней плите видна гравировка. Различимо что-то наподобие пленовидных топорок. Эта плита весит добрых 50 тонн. Название «стол великанов» ничего под собой не имеет. Сами не зная, зачем, люди иногда необдуманно дают обязывающее название. До сих пор непонятен и смысл вот этих гравировок. Правда, их можно сравнить с аналогичными рисунками на подобных же дольменах, разбросанных по всему земному шару. Мне очень жаль, что этот дольмен-великан подвергли реставрации, после которой он лишился своей непонаримости. Если раньше можно было составить представление о размерах, теперь все это стало лишь грудой камней. Надо сказать, что сооружение дольменов явление глобальное. Дольмены были повсюду. Их можно найти и в Южной Африке, и в Индии. Европа же просто усеяна дольменами. Первоначально дольмены были как бы гробницами для захоронений. Но вдруг, за тысячи лет до Рождества Христова, по всему миру прокатилась волна новой моды, в соответствии с которой все дольмены стали сооружать сориентированными на положение определенных небесных тел. Только в районе Морбиана в Французской Британии 135 дольменов из 156 позволяли определять дни летнего или зимнего солнцестояния. Позже дольмены переросли в настоящее хранилище, а хранилищам доверили сообщения для будущего. Сообщения, которые мы начинаем понимать только сейчас. Сзади меня вы видите дольмен, который похож на груду камня. Под дольменом у нас понимают гробницу, узкую и длинную, словно коридор. Хотя никогда никаких останков в этих дольменах не находили. Островок, где находится дольмен, называется Гавринис и относится к французской Британии. Весь дольмен состоит из 52 монолитов. Кстати, очень интересно, что система календаря Майя основывается на 52-летнем цикле. Только вот жили Майя за несколько тысяч километров по ту сторону Атлантики. Итак, здесь использовано при строительстве 52 монолита, а над этими монолитами уложены тонны небольших камней. Камни же, в свою очередь, засыпаны песком и гумусом, так что возник как бы обычный естественный холм. Лишь только в 1832 году внутри холма была обнаружена гробница, похожая на коридор. Разумеется, местные жители знали во все времена, что этот холм искусственный. Большая часть из 52 использованных при строительстве монолитов покрыта странной гравировкой. Она выглядит как отпечатки пальцев, некоторые из которых наложены друг на друга. Дальше изображено что-то похожее на кленовидные топоры. Субтитры создавал DimaTorzok В этой гравировке совсем недавно выявили математические джекономерности, наводящие на мысль о своеобразном послании. Сейчас мы покажем это вам при помощи компьютера. Вы видите здесь расположение монолитов в Дальмэне на Гавринисе. Правая и слева стены, посредине потолок. Мы пронумеровали монолиты начиная снизу справа. При этом наше внимание привлек камень номер 21, на котором каменные знаки расположены довольно странно. Вверху вы видите три знака, потом в этом же ряду их четыре, несколько ниже их пять, а в последнем ряду даже шесть таких каменных топоров, если можно их так назвать. три, четыре, пять и шесть. Если эти цифры записать в ряд, то в десятичном исчислении получится число 3456. Разделите это число на 21, то есть порядковый номер монолиты и получите 16457. Именно таков периметр каменного круга, который лежит ниже уровня моря недалеко от островка Гавринис. Диаметр этого круга составляет 52,38 метра. И что довольно странно, южный азимут в день летнего солнцестояния для Гавриниса тоже 52 градуса и 38 минут. Ясно, что в определении длины окружности на диаметр должно получиться знаменитое число И, то есть 3,14. Конечно, критики сразу же придерутся к моим выкладкам и скажут, что строители Гавриниса измеряли не в метрах. Но если данные в метрах заменить другими числовыми данными, например, в дюймах, то их соотношение все равно останется таким же, даже если числовые значения будут другими. И вот что еще. Случайно это совпадение или нет, на 52,38 метра точно соответствует ста царским египетским локтям. Вы помните, что всего при строительстве на Гавринисе использовано 52 монолит. Как мы выяснили, на 21-м камне изображено число 3456. Теперь к 52-м прибавим 21 и получим 73. При делении числа 3456 на 73 получаем 47,34. Случайным образом островок Гавринис лежит точно на географической долготе 47 градусов и 34 минуты. Все это странно и в высшей степени удивительно. Ибо вряд ли тысячи лет тому назад долгота определялась в тринетях сейчас единицах измерения. Но, несмотря на это, результат именно такой. Одному Богу известно, как появилось это чудо. А может быть, тысячелетие тому назад кто-то все-таки уже пользовался шкалой, соответствующей нашему делению на градусы. Между прочим, эти знаки на монолитах можно читать так же, как вавилонские числа в клинописи. И даже в египетском письме странные отпечатки пальцев на монолитах Гавриниса обрели бы свой смысл. А вот такие у нас были бы знаки для 10, 20 и 30. Среди множества знаков на камнях Гавриниса имеется и этот символ, похожий на канцелярскую скрепку. По-египетски этот знак означает что? Если кто-то всерьез полагает, что имеющиеся здесь знаки представляют собой всего лишь узор или украшение, ему следует вспомнить египетские иероглифы или китайский шрифт. Ведь они действительно выглядят как прекрасные орнаменты, но тем не менее содержат в себе достоверную информацию. Что же касается Гавриниса, то легко можно доказать, что гравировка была здесь не только орнаментом или просто глупыми карапулями, а содержательным посланием. Знаки и изображения имеются и на оборотной стороне камней. Прежде считалось, что знаки, находящиеся на оборотной стороне, не имели абсолютно никакого значения. Другое дело, знаки на передней части, изображенные несколько иначе. Но какой же скульптор, скажите, станет довольствоваться показом только фрагментов своего произведения? Смотрите, есть плиты, расколовшиеся на несколько частей. Вот эти части одной плиты использованы в разных местах. Один фрагмент на Гавринисе, а другой вдоль Мене стол зеликанов. Значит, не сами по себе орнаменты скульптора были важны. Важным было именно математическое послание с Гавриниса. Это его ни в коем случае нельзя было разрезать на части и разделять. Оно должно было оставаться в целом виде. Однако какая-то художественная гравировка могла представляться настолько незначительной, что ее разделить на части даже использовали в разных местах. Так какие же послания ожидают нас, когда мы наконец возьмемся и расшифруем все сообщения во Французской Британии? И относительно Гавриниса и относительно рядов Менгиров во Французской Британии у меня осталось так много открытых вопросов. Господи, что же собственно хотели эти мегалитики? Что двигало ими? Откуда появились у них знания математики и геометрии? Какими инструментами они пользовались? Какие инженеры и геодезисты определяли опорные точки на этой неровной местности? на какие карты местности и в каком масштабе они переносили свои расчеты? Какими шнурами или при помощи каких зеркал они прокладывали прямые километровые линии? Как была организована перевозка груза? Какие канаты или веревки использовались если использовались вообще? Как осуществлялась транспортировка тяжести зимой в дождливую погоду и при росте шум грунтов? При помощи каких инструментов распиливались по размерам монолитные плиты? Использовались ли при строительстве всего сооружения исключительно только камни? Или же сначала важную роль играл какой-то дополнительный строительный материал? Может быть это был металл который в течение тысячелетия разложился? И для чего вообще нужны эти колонны менгиров различной ширины с различным количеством рядов? То по 9, то по 11 или даже колонны из 13 рядов? Для чего сделаны каменные овалы в начале и в конце определенных колонн? Насколько важна была разбивка территории методом построения смежных треугольников внутри больших и малых прямоугольников и треугольников? Да и зачем как бы играя с камнями устанавливали все время по-разному? То в виде колонны менгиров, то в виде полукруга или круга или же сооружали дольмен? Такое значение в общем ансамбле имели отдельное каменное строение. И совсем банальный вопрос, на который тоже нет ответа, сколько использовалось рабочих? Где они ночевали, где они зимовали, где следы их работы и отходы? Ведь здесь, как вы понимаете, должны были трудиться тысячи и тысячи мастеровых. То, что можно сказать о Французской Британии, точно так же относится и к Шотландии, и к Ирландии, с ее знаменитым Нью-Грэнджем, колоссальным сооружением, самым большим и самым древним дольменом мира. Ирландский Нью-Грэндж это техническое чудо каменного века. Созданный людьми периода Мегалита, побудительные мотивы, которых мы не поняли до сих пор, Нью-Грэндж является геодезическим и техническим федевром, а также астрономическая плитка Йогансона и феноменом средств и способов транспортировки. Само его существование доказывает, что более пяти тысяч лет тому назад были люди, которые довольно хорошо разбирались в небесной механике и очень основательно в практике строительных работ. Сплошь удивительные факты, которые никак не хотят вписываться в далекий каменный век. К тому же эти мегалитики должны были иметь между собой связь во всей Европе, так как их подобное письмо символами повторяется на многих сооружениях каменного века, удаленных на тысячи километров от Нью-Грэнджа. А теперь перенесемся в Южную Англию, Стоунхендж. Его строили в три этапа, отделенные друг от друга строительства, что само по себе уже удивительно, ведь письменности тогда не было. Но как же в этом случае строительные планы и данные измерений передавались последующим поколениям строителей? Между тем оказалось, что Стоунхендж это обсерватория, причем обсерватория космическая, позволявшая делать целый ряд астрономических предсказаний. Тем, что человек каменного века хотел знать годовой календарь, можно, пожалуй, согласиться. Но для чего ему были нужны данные орбит таких далеких звезд, как Капелла, Кастар, Палукс, Вега или даже Антарес? А за всеми этими звездами могли наблюдать и Стоунхендж. Так что же они, собственно, хотели, эти люди периода мегалиты. Ведь даже высоко в Андах, в далекой Южной Америке, над феруанским городом Куско, есть мегалитические чудовища, смысл сооружения которых мы так и не понимаем. Только легенда приоткрывает завесу над тайной. В Казани говорится, что это сооружение богов. И именно так это и воспринимается. Мексиканская Низменности на полуострове Юкатан возле города Билла-Фермоза люди использовали каменные брусья как в игре Микадо. И, видит бог, это не могло быть строительством простых хижин, потому что, как известно, последнее строили из дерева и соломы. И, наконец, Средиземноморский остров Мальта с его 30-ю сооружениями из мегалитов. В настоящее время их называют храмами. Как будто у людей каменного века не было других забот, кроме как таскать тяжелые глыбы, укладывать их друг на друга, чтобы потом возносить молитвы к богу. Это храм в Меджайре. Его называют также храмом Солнца. Как оказалось, он предназначен для изучения астрономического календаря. Построить храм не могли необразованные дикари. Это могли сделать только научно-мыслящие существа, жившие 12 тысяч лет тому назад. Они оставили нам послание, как бы экзаменационное задание на аттестат зрелости, а мы не поняли его до сих пор. Даже в Египте остались следы мегалитических мастеров. Здесь, в Абидосе, они лежат под землей, где якобы захоронен бог Ассирис. Его псевдогробница в громаде мегалитов еще больше, еще тяжелее, еще огромнее, чем Стоунфенш в Англии. Бог Ассирис был одним из учителей, спустившихся с неба. Только следы гигантских сооружений свидетельствуют о технологическом ноу-хау тех учителей. Лес вопросительных знаков растет. Мир велик, а наш мозг мал. Но в настоящее время в нашем распоряжении есть современная математика, есть современная геометрия, наконец есть компьютер. Я постоянно думаю, что уже пришло время воспользоваться этими современными средствами и разгадать древние загадки. А вы так не думаете?